ты фанат ну вот ответь нечестно ты фанат ты смотришь все мои видео или ты может фанат игры легенды дракономании ну как бы там ни было а у нас есть дракон который точно наш фанат и он фанат такой вот дракончик давайте посмотрим на его показатели это у нас редкий дракон 64 сил атаки для редкого это хорошо в принципе ну стихии ветер плюс пустота ну такие себе стихии давайте же мы его качнем смотри как он обрадовался он просто афанател так ну вот так выглядит он у нас в прокачанном варианте 10 уровень 332 на 332 так ну у нас идет ребятки как вы знаете акция зимняя вишня я нахожусь на третьем уровне менять почти 10 тысяч очков ну давайте будем двигаться двигаться будем так 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 ну все видите я все выполняю ну кроме скрещивания драконов потому что мне там выводится уже второй день один дракон так глянем на нашего ангелка 62 смотрите у эпика атака меньше чем у редкого ну или такая же ну что давайте пойдем так нам нужно пойти я вот открыл уже один сундук да теперь пойдем по левой стороне пойдем ну вот сюда мы идем посмотрим что у нас тут за условия атаки да кстати поправлюсь можно выставлять драконов только с такими вот стихиями то есть у дракона должна быть одна из трех стихий то есть не обязательно это не каждая стихия для каждого дракона а любая из этих стихий должна быть у всех у любого короче у любого твоего дракона должна быть одна стихия. То есть у меня у всех есть зелень, потому они все сюда и попали. Погнали. Никакого глюка, как оказалось, не было. Просто есть разные условия. И здесь условие такое. Так, дракон снеговик. Вон там дракон какой-то ледяной лев прикольный. Шикарно. Ну, дракон пряник. Имбирный пряник. Вот плохо, что еще за сундук нужно платить. За его открытие. Так, теперь нам нужно топать вот сюда. А, я уже тоже побывал внизу. Печаль, беда, ребятки. Приходится открывать лишние сундуки. Ну что, выбора у нас нет. Идем сюда. Практически все подземелье приходится проходить. Вот хорошо, когда с первого раза. Так, о! Это дракон, который типа Дед Мороз, только зеленый. Какой-то эльф. Это псевдо-дед Мороз. Он маскируется под него. Так, у нас теперь хвойный. А вот там еще какой-то тоже. Тоже похоже на какого-то эльфа, прислужника. Самый там последний дракон. Что-то мы... Рассмотреть его, конечно, не получилось. Он взял и умер. И смотрите, блин, ну вот это все подземелье мне приходится проходить. Ну и наконец-то я получил ключ. Смотри, Нед, я нашел ключ. Как весело! Единственный плюс в том, что мы проведем ледяной фестиваль в глуши никто не видит, как ты меня позоришь, отец. Точно! Когда вернемся домой, нужно будет рассказать Арие, как ты в детстве любил бегать в одном подгузнике. Опачки! Точно, я и забыл, что нам дадут дракона ангелок. У нас прям два дракона на серию получается. Так, ну что? Идем дальше. Так, мы должны быть очень осторожны, Нед, впереди хрустящее озеро. И лед на нем всегда очень тонкий. Да-да-да. Однажды, когда мы с Отто играли там, под лед провалился его любимый дракон. К счастью, вместе мы смогли его спасти. Следующие три недели Отто выхаживал его. Интересно, увидим ли мы его на этом озере. Так, у нас здесь уже вижу наш противник. И да, вот это вот озеро. Карту в прошлой серии вы видели. Кто не посмотрел прошлую серию, обязательно посмотрите. Там все карты. На паузу ставим и смотрим. Ух ты! Три! Три-три-три. Так, ну, идем мы сразу налево, потом вниз, направо и вперед. И вниз, вниз, налево, и вниз, направо. Короче, вот как-то так. Так, ну, мы здесь открыть сможем два сундучка примерно. Так, чувствую, что мой дракон подарок принесет мне победу. На самом деле ты проиграл, Одди. Ну, нападаем. Какой-то такой перепуганный дракон подарок. Сразу так стриманулся. Странно, что подарок это такой-то у нас огнеупорный. Так, 2600 с копейками мы потратим, пока будем идти налево. Потом 300 вниз и 3500, почти 3600. Так, бедный Отто. Похоже, эта битва стала подарком для нас, а не для него. Это точно. Так, стоять, не туда и пошел. Блин. Потратил лишние баллы, ребята, будьте внимательны. точно на эти карты. Из прошлой серии по зеленому уйдем. Ну, немножко сэкономили. Так, ну, не фортануло нам. Идем дальше. Так, ну, этого сундучка мы сможем открыть. Подарки за нами летят. Так, ну, нам ничего не страшно. Имбирка. До свидания. Да, не нашли мы им сундучок. Ну, что, идем сюда. Ну, и все, ребятки. В общем-то, вот этот сундук мы возьмем. Ну, а потом вот этот и потом вот этот. Этот 4 900 примерно туда дойти. Этот 4 там 500, 600. Печаль, беда, ребятки. Куда ты пошел? А, его еще можно так гулять заставить. Прикольно. Угу. Так. Ну, что ж, а там на шестом уровне там вообще полный ахтунг. Совсем-совсем. Так, а сколько мы здесь могли собрать? Пять. Так, пазлики, пазлики, пазлики. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть по нашим делам. Так, нам нужно кормить же кого вот этого чудо-дракона нужно кормить. сейчас кормлю ему просто миллион еды. Ну, нам, естественно, не хватит его докормить. Ладно, оставлю, но мне на всякий случай может надо будет покормить. 27 уровень у нас уголька. что у нас здесь происходит. Так, ну, задание я выполняю потихоньку. У нас появились, кстати, вот, появились тикеты. кстати, они были желтенькими, а теперь поменялись, да, я так понимаю. Да, 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 стали уже не просто желтенькими, а стали такими вот синими, и там изображен дракончик. Кстати, по идее должен появиться какой-то подарок. Вот, 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 удачи легендах дракономании, ребятки. Дали мне 6 этих тикетов. Ну, и, в принципе, у нас довольно много очков. Вот, 18 тысяч командных очков. Давайте-ка мы откроем сундучок. Так, что у нас можно за эти билетики открывать? Только сундуки или, может, еще что-то можно так. Как насчет а, вот, вот, я про вот эти говорил, про звездочки. Звездочек у нас нет совсем никаких. Тянем, что у нас по коллекции, ребятки. Боец 83. это мы выводим бойца. Так, грави у нас есть. Теперь у нас осталось два кусочка до амура, ребята. И уже есть кусочки серые, но не хватает кусочков только буна. Так, давайте все дружненько выводим дракончика нового. Так, ну там у меня есть уже кое-кто на следующую серию. Так, а я сейчас приступлю к выведению конфетка плюс минотавр. Кстати, а что у меня комбинация какая? А, у меня комбинация уже сработала. С первой попытки, ребята, получилось у меня конфетка плюс минотавр и будет у нас хвойный, по идее. Хотя, двое суток, по-моему, у нас было выведение изначально. Ну, такие вот у нас есть новогодние жилища. Как-нибудь бы приукрасить. Давайте заглянем в магазин украшения. Что у нас здесь есть? Так, дерево фей. Так, новогодние. Что у нас здесь есть новогодние? Фонтаны, шмонтаны, кустарник какой-то. Так, ну, это похоже на елочку, да, крохотная ель. Упачки, снеговичок есть, прикольно. 60 тысяч за снеговичка. А вот это что за кустик? Куст гирляндами. Ммм. Так, вот у нас еще есть маленькая ель. Есть полосатый кубик, который можно имитировать в качестве подарка. Вот, собственно говоря, еще есть затерянный поезд, тоже подарок. О, у нас есть тут целый лес, можно высадить. Так, вот, есть такой, ух ты, блин, это уже пошло за кристаллы, за 25 кристаллов елку можно купить. Ну, 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 оу, я вспомнил, ребята, что нам нужно сделать, пробудить стихию у факела нужно. Ух ты, емае, сколько здесь украшений. Никогда, кстати, не копался в этих украшениях. Сколько здесь всего? Довольно-таки много. Где наш факел? Так, после моей перестройки, вот у меня где-то все должно быть здесь. Вот факел. И давайте нажмем пробудить 100 кристаллов. Ну, у меня они уже накопились, так что все в порядке. Собирать, в принципе, можно. Сколько там времени осталось до обновления? 1 час 46 минут. Ну, за это время во всех жилищах появятся монетки. Ладно, тогда, ребятки, на этом, пожалуй, будет все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.